Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Как ты? Никак. Совершенно никак. И такая дребедень. Целый день. То тюлень позвонит, то олень. Ты, конечно, извини меня, но мне кажется, что тебе не следовало бы возвращаться сюда. Да. А мне действительно не следовало возвращаться. Мать! Я поживу пока. На даче. Нет, нет, вы ошиблись. Не вяжите ток. Не вяжите ток. Кондратья как? Господи. Не говори ты мне про этих подонков. Они не подонки. Они, может быть, конечно, не подонки. Они алкоголики, некрасивые и проклятые наркоманы. Ради бога. Не начинать все сначала. Это из лексикона Углю Маракчеева в исполнении Фрома. Я тебя посажу не за то, что ты тунеядец и хам, а за то, что ты на родину. Короче говоря, твоя жизнь в распрекрасной зоне. Тебя ничему не научило. Ну, хочешь, я карманы выверну со всем мусором? Андрей Геннадьевич, вы интеллигентный человек. А интеллигентные люди, как известно, карманы не выворачивают. И так далее, и тому подобное. Пять лет трудно. Я спросил тебя о Кондратии. Он в городе? В городе твой Кондратий. Музыку вашу головную играть не бросил. И даже кино с кем-то занимается. Кино? Да, да, какие-то акции. Ну, я в общем не знаю. Меня это не интересует. А он обо мне не спрашивал? Нет. У меня нет. Он прекрасно знает, кем я его считаю. Мам, прекрати, он другой ты же знаешь. Их мало с опытной душой, кто твердым в качке оставался. Есенин. Женщина. Да не ерничай ты. Почему с тобой происходят такие вещи, что именно по твоей милости все не спят? Не спят? А мне кажется, что вы меня давно уже вычеркнули. Впрочем, как и я вас. По крайней мере, я от тебя свободен. Свободен? Ты что-то ищешь? Представь себе, ищу. Ключи от дачи. Дачу надо завтра закрывать. И деньги на билет. Ну, я тебе могу дать рубли 400. А ключи? Ключи, я думаю, найдутся. Ах, куда поддевался Кондратий минуту назад ведь он был с нами в черном ковстане на розовых джинсах с белым дайфа в кармане. Так огорчаться совсем не кстати. Дай бог сил да молзи, да кровати. А завтра утром мы выпьем пиво и к нам вернется Кондратий. К нам всем вернется Кондратий. это точно. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров ПЕСНЯ 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 ПЯТЬ ЛЕТ ПЯТЬ ЛЕТ А ТЫ КО МНЕ НИ РАЗУ НЕ ПРИЕХАЛ Это раньше было Всё так просто Помнишь Как-то летом взяли портвейн и поехали В майку на концерт Звёмный подвал, гитарка Настроенная. Нам казалось, что это вот сток. Ты не думай, что мы кайфа не поддерживаем. Нам его просто ломаем. Меня уже тошнит от этих разговоров. Только вот блевать не хочется. Да брось ты, браток. Фигня себе. И здесь бесконница не обошлась. Ты-то с нами? С вами. Только никому с пересядем на барабан. Мы тут проводим одну акцию за городом. Каждому зрителю будет выдана карта, где будет указано точное место и время. Когда репетируете? По вторникам и четвергам, как всегда. Ну, будем репетировать, да? Будем. А у меня есть новый фендер. У меня тот же самопал. Для меня ничего не изменилось. Кстати, а где ты был эти три недели, а? Ах, разведка-то работает. Работает? Штирлиц склонился над картой. Его удержимое рвало на родину. Есть дело. Только я вам кайфа не хочу ломать. Не ломай. Вы-то со мной? Я совказ. Хряк один есть. Сосед по даче. Какой-то ты мрачный стал. Расслабься. До конца фильма еще далеко. Браток, может быть, спокойно завтра в тепле все обговорим? Да и вообще, чего ты так все время стремаешься? Андрей, ты сам виноват. Пересядешь за барабан. Ник что, барабанчик. Слушай, вам там постоянно Брюса ли крутили? По этому поводу есть история одна, китайская. Во времена династии Сун практиковались сверчковые бои. И вот, однажды, главный полководец лежит и наблюдает на сверчка. А в это время монголы окружают столицу. Прибегает гонец. И говорит. Напали? Вставай, пошли. А он лежит к себе и смотрит. Ему важно было знать, кто победит в этом бою. Но и в результате время было упущено. Столица пала, а импирь пришел. А нет. Я тут, кстати, своего сверчка решил завести в специальном домике. В полном любви. Вон он там. Шевелится. Да вон, вон. Сверчок, говоришь? Принамен. Редактор субтитров А.Семкин Продолжение следует... Легко проповедовать, трудно обыскать. Ты моя женщина. Я твой мужчина. Я хочу сказать тебе, знаешь, ты не ходи туда, в тентацию. Здорово, мужики. Привет, Кирилл. Ты все со своей шпаной водишься. Да, тайны больше не есть. Я все понял. Остается только умереть, потому что жизнь неинтересна. Я все понял. Спасибо. Не хочу участвовать в мрачном раскладе. Субтитры делал DimaTorzok 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 Поздравляю вас с вашим существованием в этой вселенной. Продолжение следует... 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 Мы застали в студии профессора кафедры психоделия Леонида Гроуфа, специалиста в области воздействия ЛСД на творческую личную. Вам слово, профессор. Ну, впервые, как я уже говорил, кислота или диэтиламид, или зергиновой кислоты, были синтезированы в лаборатории Сандерса в 1938 году в Швейцарии. Столом и Хоффманом. А вот галлюциногенные свойства ее были открыты Альбертом Хоффманом пятью годами поздно. Профессор, слушатели интересуют, что происходит при приеме ЛСД. Ну, во-первых, происходит трансформация сознания. Так это, не каким образом, напоминает сон. Оно может превзойти свои обычные пределы, выйти из привычной пирамиды, включить в себя те элементы глубокого и сознательного, о которых в обычных условиях никто и не подозревает. Но самым привлекательным аспектом ЛСД путешествия является уникальное восприятие цвета и формы. Во время и после путешествия творческие способности человека могут удивительным способом активизироваться под воздействием музыки. И под воздействием музыки в том числе. Вот у меня здесь книга Беруза. Я бы хотел вам прочитать. Я открыл глаза и обнаружил себя сидящим в жилой комнате на диване, недалеко от какого-то зеленого растения. На улице господствовал ветер во всех его формах, в снующих людях, в колышущихся деревьях, всех в одном ритме. И чем больше я наблюдал все это, тем больше я проникал в все идеи, что все живет. Все живет на своем уровне существования, с то же естественным для него, сколь наш уровень существования, для нас. И меня охватило чувство глубокого сопереживания, и родства со всем, что я видел вокруг. Я видел связь. Взаимосвязь всего. И меня охватило чувство глубокого сопереживания, и разства со всем, что я видел вокруг. Я видел связь. Заимосвязь всего. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Андрей Ты сказал, что облом Что болен? Знаешь, ты в общем его убил Знаешь, это к тебе не имеет никакого отношения Один, два, три, четыре, пять, шесть Эйнштейн на пляже Я много чего видел, когда санитаром в морге работал Самое страшное, когда видишь трупы женские и детские Понял? Я твоего сексу-то не смогу, что-то Пошел ты Мудила Это мое дело Я уверен, что ты не предашь Да здравствует рок-н-ролл Ту собачку, что бежит за мной Забуд последний шанс Свон гитары и немного слов Это все, что есть у нас Мы громко лаем и кричим Бросая на ветер слова Хотя я знаю о том, что все это зря На моих шузах лежит пыль многих городов Я раньше знал, как пишутся буквы Я верил в силу слов Писал стихи, но не стал поэтом И слишком часто был слеп Мое грядущее жизнь горсткое пепло Мы в прошлое пьяный вертел Новые дни, которые запомнятся мне навсегда Другая жизнь, вины времена Грязный подвал и на стенах Женщины очист, на которых у земной атол Сомнительный звук, но в каждом аккорде Слепая вера в рок-н-ролл Но кто-то разбил хрусталь наших грез И вырвал из жизни дни Дни, когда мы верили в то, что все еще впереди Твердым шагом мы идем вперед Нам нечем потерять И нет сил, чтобы бросить все И сызно подключать Но если ты чувствуешь это, как чувствует Не горблюсь Когда моя собачка права И может быть ты поймешь меня А ту собачку, что бежит за мной Зовут последний шанс Звон гитары и немного слов Это все, что есть у нас Мы громко лаем и кричим Бросая на ветер слова Хотя я знаю о том, что все это цвет Я знаю о том, что все это цвет Я знаю о том, что все это цвет И я знаю о том, что все это цвет Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Привет, девчонки Подождите, сейчас я закончу с Ольгой И поработаю с вами Так, ну хорошо Давайте, проходите тогда Встали Так, втроем Работаем Полиция Встали Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Кстати, скажи этому дебилу, чтобы перестал снимать Понимаешь ли Я тебя больше не люблю Я и тогда слишком жалко предлагаю И вообще Это подворотно А может, все-таки ты меня еще будешь? Пожалуй, об этом нужно узнать у Андрея Кстати, чем он благоухает? Третий Так, девочки, давайте композицию Композицию Внимание Есть Добавил субтитры Алексею Дубровскому Добавил субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Добавил субтитры Алексею Дубровскому Добавил субтитры Алексею Дубровскому Воображение мертво Воображение... Воображение... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Интересным он тут делом занимается Вы много читаете Но почему-то в основном переводные литературы Не только, еще и справочники Брагаус и Ефрон Что за странные фамилии? Гораздо удобнее, конечно, быть Ивановым Ивановым Это что, еще один твой дружок? Да, дружок Замечательный лучший дружок Иван Другим Так Сиди Я и сидел, что еще? Просадите Мы ищем оружие Будьте внимательны С вашего разрешения Мы послушаем это послушаем Когда он встал в вену Здесь позвонил Лезвие было Сухое А он такой жалкий Разбил флакон с туалетной водой И полоснул по руке на изгибе При виде крови его страшнило Когда она вошла в ванную комнату Он голый стоял на кафе на полу И плачал Казалось, он молит Субтитры создавал DimaTorzok 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 Поздно осенью к месяц Якор бросил и стал Металлический голос По-английски сказал Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдавал DimaTorzok Что здесь? Фонограмма для фильма Так что ты? Рюлесер Я путешественник Ну где? Вот там, в повороте Дача полковника, что ли? Ну, развелась и господи Да нет, чуть ближе Воду пьет и глядит Ты для чего? Дача Шмарово, ты не знаешь Я тоже Я тоже сейчас собаку кручу Давай, сука, спускай Тебе это привычь От погибших вождей Тату, тату Воду пьет и глядит Отвали! Отвали, сказал! Зеркала нуждевые Тату Ты стал совсем седым Тату Ты охраняешь ты Субтитры создавал DimaTorzok Парень, ты что здесь? Дачу Шмаровых ищу. Я таких не знаю. Я тоже. Иди отсюда, сейчас собаку спущу. Ну давай, сука, спускай. Тебе же это привычно. Где оружие? Оружие. У меня никогда не было оружия. Оружие это зависимое. Умелье. Анастасия. Подожди, подожди. Я сам разберусь. Все бы можно было понять. Но ведь твой брюсник. Он ведь хиппинг? Ага, хиппинг. Обдолбанный. Что ты сказал? Это не важно. Есть по крайней мере три формы несвободных. Боля, трагедия и утопия. А тебе не кажется, что ты слишком самоуверен? Я имею право задержать тебя на 48 часов и сопроводить туда, где ты все скажешь. А с тобой тут диск подслабление будет. Документы где? Паспорт. Наверное, там где-то. Сидеть. Зачем же вы спрашиваете? Если это обыск? Ищите. Тебе бы воздержаться от остроумия. Ты сейчас должен дать показания против дружка своего. Очень советую. Убил не ты. Он убил. Сам напиши. Твоих интересов. Не пойму, в чем дело. Да тут и понимать нечего. Может, черт с ним, а? Слушай, это твой единственный шанс. Бери трубку. Если это он, зови сюда. За убийство вы шаг. Понял? Это твой единственный шанс. Последний. Зови сюда. Бери трубку. Он сказал только имя узнать. Звать сюда у Казани не было. Знаю. Это твой единственный шанс, если жить хочешь. Металлический голос По-английски сказал Звучит музыка. Звучит музыка. Алло. Да, я. Мэри Боттс. Может быть, да. Да. Юрий Пирор. Заряды. Прощайте. Мне пора улетать. Не прыгнешь. Насмерть. HAS slash 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 mark slash 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжай и не отвлекайся. Мне надо поговорить с тобой. Ты более удачного места найти не мог. Ну да, да, да. Я понимаю, ни место, ни время, но, понимаешь, и дело не совсем обычное. Грохнули человека при исполнении. Забрали пушку. Ну и что? Зачем ты мне все это рассказываешь? Слушай, понимаешь ли, шепнули мне, что это ты сделал, хиппи обдолбанный. Вы сами себе противоречите. Хиппи обдолбанный, человека убивать не станет. Я-то это знаю. Заповеди хиппи не забыл. Ха, ну да. Правда, что ли, не забыл? Помнишь, как мы с тобой и где? Помню. Как в системе был, ты помню. Вот как тебя только в менты занесло. Ха, зачем ты мне звонил? Звонил? Этот старый трюк. Я не звонил, мент. Ха, зря звонил, Коля. Да и дружкам говорим, все равно. Ну, звонил ты, не звонил. Погалыв, что не звонил. Тонкая шутка. Не всем понятно. Хам. Ты тогда в психушке лежал. В соседней палате, кстати. Хм. Да. Насмотрелся я тогда дерьма. Ходят опухшие, смурные. Навоображали себе крылатых слонов. И на тебе. Крылатые слоны. Психоделический рок. Ты взлетел-то, наверное, так высоко. Как специалист по системе. Стучал потихонечку. Храбрый. Ну, ладно, пойдем. Покажешь, где у вас тут что? Ты помнишь Сейшен? Подвале булгаковского дома. Я тогда гнал такую смурь. Да еще с энтузиазмом. Ха. А всем понравилось. Свежо. Оригинальные такие. С драйвом. Я тогда крутой психоделей играл. И ты ведь тоже стучал в команде. Стучал, стучал. Ха. Я тогда в старом городе стучал. Я тогда иду. Да. Я тогда иду. Продолжение следует... 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 Майяр. Грехам все возрасты покорны. Я прошу. Не воображай. Предмет требует дополнительного неодушевленного существования, а вещь – осуществленного. Суть в том, что вещь по природе своей не является предметом, выступает не как объект какого-либо воздействия, но как принадлежность субъекта, своя, для кого-либо. Когда герой мифа – юрист, что бывает, если он становится сыщиком? Начинается странная этическая неразбериха. Это мы видим в обозвлении Дикого Билла Хикока и Уайта Эрпа, которых принято считать двумя великими защитниками народа во фронтире. По сути, оба они профессиональные игроки, политики и позеры, использовавшие свое положение и репутацию в корыстных целях. Так, скажи, а как это у тебя получилось, что ты стала похожа на мальчика? Чего? Когда я в тот раз увидел, как ты появилась на больших гагалях с таким видом, словно ты уже почти на том свете, я сразу понял, а она пойдет со мной. Но ты не была в меня влюблена. Впрочем, как и я в тебя. А вот еще одна история. Герой живет в деревне, героиня в городе, в городе карантин. Герой пьет шампанское в деревне, героиня скучает и флиртует с французами. Карантин снят, герой возвращается и убивает француза на дуэли. Я прошу тебя, не надо. У тебя неприятности? А хочешь, а хочешь, я продам свою квартиру? Я здесь все отремонтирую и продам. А давай уедем куда-нибудь. Далеко. А ты ведь даже тогда на суд не пришла. Ты думаешь, они выслали меня за то, что я тунеядец? Да я даже хиппи тогда не был. Я музыкант. Консерватория на скрипочке пилит. Хотя повод был. Когда свои вяло стучали. От своих прятаться гораздо тяжелее. Они боялись, что Амишку олимпийцы изнасилуют. Улетает наш ласковый Миша. Возвращайся. Собственно говоря, один из универсальных символов честной игры и перестрелка с быстрым вытягиванием пистолетов из карманов была изобретена для бульварных романов и климатографа. В реальности исторического Запада такого никогда не случалось. Все это как в зеркале отражает преобладающий в Америке оптимизм. Легенды остаются, а факты заволакиваются туманом. Если у нас есть выбор, мы предпочитаем видеть в человеке благородство, а не моральную деградацию. Уедем. Далеко-далеко. Ты меня любишь? Нет. Я не могу тебя любить. Я не хочу ненавидеть. Скоро. Скоро ты пустой день. Я не хочу ненавидеть. Я не хочу ненавидеть. Здесь вещь утрачивает холодное сверкание, но и не меркнет забвение. Ибо те пальцы, от прикосновения которых тускнеет ее блеск, Они же, они же очищают ее от пыли. Играет музыка. Ад�сть. Ад�сть. Я сегодня должен уехать Но у меня нет денег Сколько? Ты стала богатой Маленький мальчик Кафе молодежное Когда-то Нужны деньги Много Хотя это Не главное Ты не тот человек, с которым я способен жить Слава Богу Что у таких, как ты Не бывает Детей Мне не хочется Тебя убить У меня нет времени Слава Богу Слава Богу Слава Богу Слава Богу Алло 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 Слава Богу Слава Богу Слава Богу Слава Богу Продолжение следует... 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 Оставьте в парку! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И пришло время, когда Эл-Аватар созвал всех Айнуров и задал им мощную тему. И тогда сказал им Эл-Аватар, «Я желаю, чтобы из этой темы, что я задал вам, вы все вместе создали великую музыку». И тогда голоса Эл-Аватар начали обращать тему Эл-Аватара в великую музыку. И звук бесконечно чередующихся и сплетенных в гармонии мелодий уходил за грань слышимого, поднимался ввысь и падал в глубину. И чертоги Эл-Аватара наполнялись и переполнялись, и музыка, и отзыв, и хлынули в ничто. И она уже не была ничем. Пойте еще. Маленькая девочка Со взглядом волчица Я тоже когда-то Был самоубийцем Я тоже лежал В окровавленной ванной И молча вкушал Ты марихуана Ты видишь, как мирно Пасутся коровы И как лучезарно Хрустальные горы Мы вырвем столбы Мы отменим границы О, маленькая девочка Со взглядом волчица Спи сладким сном И помни о прошлом Дом, где жила ты Пуст и заброшен И мхом образцут Плитый гробниц О, маленькая девочка Со взглядом волчица Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok